О снижении размеров штрафа за нарушение ПДД с 3000 до 1000 сомов говорят уже давно. Еще в октябре депутаты парламента обещали принять это постановление, учитывая недовольство сотен тысяч автовладельцев. Но вопрос по непонятным причинам затянулся. И в этот раз парламентарии серьезно решили подойти к вопросу и наконец поставить точку в спорном законопроекте. Хочу отметить, что данный законопроект, он достаточно длительное время обсуждался, прошел серьезное обсуждение, во время объединения был доработан. Со стороны всех шести фракций Джогар-Кукинеша поступили в адрес комитета решения и письма о том, чтобы рассмотреть объединенный проект закона сразу во втором и в третьем чтении, поскольку все основные моменты противоречия были сняты. Поэтому прошу коллег поддержать решение комитета. Вот только послабление не коснуться тех, кто, игнорируя все правила вождения, садится за руль в нетрезвом состоянии. В отношении таких автовладельцев депутаты предлагают поднять сумму действующего штрафа в 10 раз. Раньше водителей за вождение в нетрезвом виде можно было лишить водительских прав на определенный период. Сейчас за это же нарушение предусмотрен штраф в 17 тысяч сомов. Для многих водителей эта сумма как 17 тыинов. Нужно в 10 раз поднять штраф для водителей, которые пьяными садятся за руль. Кроме этого, отдельные нардепы выступают за то, чтобы на некоторых участках дорог республики повысили скоростной режим до 110 км в час. Этим слуги народа тонко намекнули на то, что в Кыргызстане эпоха советского автопрома давно ушло в прошлое. И что надо соответствовать новым стандартам времени. Сотрудники ГООБДД должны обратить внимание на дорожные знаки. С ними вечная проблема. Скоростной режим нужно поднимать. У нас давно уже никто на «Жигулях» не ездит. Кстати, с 9 декабря в Кыргызстане начали выдавать водительские удостоверения нового образца. Представители ГРС отмечают, что заявление на получение и обмен старых документов принимается в территориальных подразделениях госучреждения УНА. Образец представлен с улучшенным дизайном, отличается высоким качеством самого материала. А персональные данные и фотографии, в отличие от ныне действующих, будут наноситься на лазерном принтере. Что, в свою очередь, не допускает выгорания фотографии и текста на протяжении всего срока действия. Новость хорошая. Вот только в Кабмине на вопрос депутатов о том, сколько водители на сегодняшний день еще ездят по доверенности, ответить не смогли. А раз так, то парламентарии подвергли сомнению то, что в принципе ОСАГО вообще когда-нибудь смогут заработать в Кыргызстане. Медорбек Мамиталиев, Нурмухамед Абдумаджинов. Новости Ошперим.